А, у них уже ничего не происходит, его походу забрали. Ладно. Я пойду тогда к своим повстанцам. А, органонса связали. А потом я его вырубил точным ударом карате. Вот это да. А, Руфус! У нас новая проблема. Мне пришлось использовать нашу веревку, чтобы связать органонса. Он налетел так неожиданно, что мне пришлось с ним разобраться. Конечно, это каждый смог бы. Мне кажется, там органонис, может быть, просто споткнулся обо что-то и сознание потерял. Пока ковбой Додо был в панике, потерял любой контроль над собственным телом. Что-то такое, наверное, произошло. Ковбой Додо верещал, как девочка. От этого органонис испугался, споткнулся и разбил себе голову. Мне кажется, ты ему просто завидуешь. Это подобие ковбоя. Скажи мне, какой здесь может быть ковбой? Вот ковбой Бэбаб был самым настоящим космическим ковбоем. А это так. У того была всего одна женщина, у этого три. Ну да. Ладно. Хорошо. У нас тут подсказывает, спортивная ходьба у нас только что была. Да, это еще эпичнее. Я бегу от тебя. А я тебя догоняю. Тоже вариант. Ладно. А у нас здесь пневмопочта. Еще есть. Рукус. Да, нет, не получится у тебя. Закручена намертво. А отвертка у тебя осталась? Осталась. Давайте попробуем забрать. Такие, я... Больше ничего нету. Вообще-то большинство органонсов уже на борту спасательной капсулы. Понятно. Значит, нам на это можно не обращать внимания. Всех этих животных мы с вами пропустим. Я имею ввиду вот это вот... Возможная оргия. И поговорим с пленным врачом-органонсом. Скажи, ты случайно не избит персонала? Кажется, вот-вот родится идея. Не двигайся. О, сработало. Обычно я все стаканы роняю. Какие стаканы? Ты ж одежду с него снял. Это, наверное, проблема перевода. Ну, тебе холодно? Ага, понятно. Окей, тогда мы переодемся в органонса. Я не буду переодеваться у всех на виду. Я девушка приличная, говорит Руфус. И мы уйдем отсюда. Ну, не на виду, а здесь это не на виду. Переоденься. Да, все, здесь не на виду. Ух, мы теперь органонсы! Боже, какой стеснительный. Учитывая все то, что он проделывал до этого, стесняться таких вещей как-то, ну, пополам. Да-да-да. А, жми кнопку. Оу, тут сканирование сетчатки, которое сработало. Ладно. Доктор, вот и вы, наконец. И как раз вовремя. Я уже хотел отказаться от этого пациента. Отказаться? Почему? Что с ним не так? Сначала я решил, что здесь обычное пищевое отравление, но потом провел сканирование на всякий случай. Вне всяких сомнений, у пациента ленточный червь. Внезапно. Но, доктор, с ленточным червем не шутят, там Руфус заливался. Это серьезно. Нужна еще сторочная операция. Руфус, ты же доктор. Успокойся, хватит дрожать. Кто? Я? Конечно, вы. Вы же доктор, верно? Да, конечно. Я доктор. И вытащить глиста для меня плевое дело. В смысле, что тут трудного? Ээээ, как скажете. Ваш шоколад висит там, как обычно. А я принесу инструменты и пилу для костей. Я предвкушаю мини-игру. Мини-игра. Хирург. Мини-игра. Вы собирались удалить ленточного червя? А, да. Проще простого. Я же все-таки киборг. Вы хотели сказать хирург? Это тоже. Да. Все будет хорошо. А почему Клитус на меня так смотрит? Он должен же быть в отрубе вообще, в полнейшем. Или это у него отруб такой? Ладно, друзья. Перед нами внутренности нашего пациента. И вон там такой мимимишный червь, на которого я навожу, и он прячется постоянно. Запутался во внутренности. Ой. Я удалил... Что это? Желудок? Что-то. Стой. У нас кровотечение. У нас кровотечение. Я не знаю. Что это за органы вообще такие? Тут какие-то мишки, а не органы. Окей. Стоять, сказал. По-моему, я у Клитуса все уже вынул, что только мог. Как ленточный червь может прятаться в легких? Это вообще реально? Вау. А он, оказывается, огромен. Поймал поганца. На этом все, да? А вы не хотите собрать его назад? Зачем? А что, это обязательно? Думаю, это было бы полезно пациенту. Ну, уговорил, ладно. Так и быть. Придется собирать. Что ж, это у нас легкое. Да не так же. Надо перевернуть. Клитус офигел немного. Так. Как там переворачивать? А, вот, правой клавишей. Я правильно вставил? Об этом мы узнаем потом. Что-то мне это напоминает немножко Surgeon Simulator. Ладно. Непонятный орган. Сердце. Во, сердце. Поставим. Слушай, а как его надо ставить? Вот так? Или вот так? Кто-то запомнил, ребят? А у вас хороший вопрос. Синей частью вправо? Или синей частью влево? Я не помню. Адна. Держи свое сердце. Да не так же. Давайте. Так как ты его устануешь? Ага, ладно, мы перевернем. Во, а так он не орет. Я, короче, буду определять, правильно или нет, по крику Клитуса. Это там орет он или нет? Да. Давайте кишки ему вернем на место. Вроде они... Нет. Да, вот, вот так они были. Они там с краешку внизу был. Так, ну... Клитус только что орал. А, не, не так. Да. Так, непонятный орган. Уйди отсюда. Решняя деталь не нужен. Эээ... А, хрен знает. В общем, пускай будет так. Так, а желудок, где он тут был? Ты знаешь, мне кажется, вот у нас в России лады так собирают, как ты сейчас собираешь. Его внутренности. А, черт, куда эту штуку впихнуть? Эээ, я совсем, чё-то запутался. Ну, пусть будет здесь. Нет, так точно плохо. Может вот так? Нет. Не так? Не, я попытался это вставить. Не вышло, друзья. Ладно, мне тут подсказки всё-таки дают. А, там ленточный червь. До чего повезло, что Руфус к тому же ещё и талантливый хирург. Тривиальную операцию по удалению ленточного червя он может сделать хоть с закрытыми глазами. Правда, перетаскивать с места на место все эти органы не так уж и просто. Хорошо ещё, что их можно всячески крутить и переворачивать, щёлкая правой кнопкой мыши. То есть это единственный доступный для меня инструмент. Переворачивать кишки туда-сюда, да? А может быть сначала поставить кишки, а потом уже всякие сердца? Потому что-то будет зависеть. Куда желудок? Я не помню, где он был. Пускай будет справа. Желудок, где он? Я не знаю. Так, и короче, какой-то непонятный орган отсюда. Всё, я сделал. Я, я, я сделал. Нет? Не катит так? Не, игра со мной не согласна. Ээээ, что-то странное. Да я вроде правильно собрал. Чё? Всё правильно. Кишки не так, говорят мне. А как? Кишки не там были, да, они, они слева торчали. Слева? Да, я точно помню, что... Типа сначала... Кишки были слева, там маленький кусочек торчал, видно было. Ну, мне ж не надо сначала лёгкие убирать, правильно? Ну, лёгкие, ты же последний могу оставал. Насколько сначала кишки поставлю, короче. Хотя... Давайте вот так это поставим. Пойдёт. Какой-то непонятный орган. Сюда вряд ли влезет. Сердце. Ты потом у меня будешь... Пусть... Я не знаю, что я делаю. Не, так не влезут. Да, тут нет никакого хинта, чтобы посмотреть, что где располагалось. Не. Не подсказывают мне. Я не могу поставить кишки, а потом... А потом ставить лёгкие. Но в любом случае надо сначала лёгкие устанавливать. Мне кажется, что их нужно ставить в той последовательности, в которой ты их удалял. Ну, да, логично. Но а в какой последовательности я ходила? Ну, последними были лёгкие, насколько я помню. Перед этим вроде бы были кишки. А вот что до этого было, я уже не помню. Сначала ты ему вроде... Вот самым первым ты ему, кажется, желудок удалил. Насколько я помню. Ну, или что-то вроде того. То есть, желудок ла будет вставлять в последнюю. Кишки не так, кишки переверни. Да ну как это? Вот так? Ай-яй-яй-яй. Тут должен быть желудок. Собирай как хочешь, это же клитос. Желудок вряд ли крепится сразу к лёгким. Я ведь прав? Ну, к лёгким должно крепиться сердце. Да. Это было бы логично. Не, ну это была шутка. Ладно, сердце в любом случае здесь. Которое ни к чему не крепится. Сердце к кишкам вряд ли крепится. Скорее, желудок к кишкам. Нет, фигня не нужна здесь. Это тоже сюда не особо подходит. Бедный клитос. Ну, он за это заслужил. Так, ну эта лишняя деталь мешает мне всё-таки. Они ещё, насколько я поняла, должны совпадать вот этими отверстиями своими. Друг с другом. Или нет? Ну да, должны. Ну, они же как-то должны соединяться. Зачем? Это же Депони. Как это знаешь, напихал всё подряд. Лёгкие кишки, 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 фиолетовый орган желудок. Окей. Лёгкие. Сердце. Чё там дальше, говорят. А, не, лёгкие, кишки. Сердце, орган, желудок. Фиолетовый орган. Неопознанный орган. Чат начал тупо спавить. Сердце, фиолетовый орган. А их тут, в принципе, два фиолетовых. Ладно, тут больше. Не, это ж у нас желудок, точно. Я был бы отличным хирургом. Это ж у меня. Он только ни к чему не крепится, этот орган. Ай-яй-яй-яй. А если перевернуть и поставить желудок? Нет? Нет. Беретнее. Плохая идея. Вот это вот... Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Да, ты чё? Правда? Не, я не прошёл. Не, я просто... Мне не получилось. Я просто вщемил все эти вещи. Желудок и сердце разверни на 180 градусов. Ладно, развернём сердце. Ох, морока с этими органами Рамон, включи логику, нет Она не нужна На лёгком есть клапан, поверни сердце так, чтобы они совпадали Так они там в любом случае не совпадают, чуть-чуть смещаются Как бы я это сердце не ставил Сердце синим влево, кишки дыркой вправо Вот это уже подсказка А, это шикарно звучит С дыркой вправо бежки С дырочкой в правом боку Вот так Окей, фиолетовый орган повернуть куда? Куда там И желудок же теперь ещё надо присобачить Вот так, нет? Так Давайте просто крутить этот фиолетовый орган Пока он сам не встанет на место Да, пока что-то не произойдёт Нет, это его как ни крути А, давайте попробуем зелёный орган тогда поставить Может быть Чат не прав У него иногда это случается Ну я вроде всё правильно расставил сейчас, да? Ну, вроде того Рамон, ориентируйся на крики Да, этот козлина постоянно орёт Так я могу ориентироваться на его постоянные крики Я должен определить тональность его крика И по тональности, может быть, ориентироваться Всё, тут чуть-чуть влево, вот тут вправо А вот тут хорошо Ладно Может быть Вот тебе Орёт он там что-то Всё ему не нравится Что же произойдёт такое безобразное? О, лишняя деталь О, я прошёл, я сделал это Ну чё, реально лишняя деталь осталась? Что-то может быть такого важного? Зашивайте Да, одна лишняя деталь осталась И... Ну и фиг с ней Ещё мне делать теперь Всё прошло как по маслу Он уже и встал Ты не согласен? Меня сейчас тошнит Ай, ладно, уже ныть В конце концов, и тебя жизнь спас И даже оставил себе сувенир На Гадость Это ещё что? Твой ленточный червь Что же ещё? В другой раз внимательнее Смотри, что суёшь в рот Ну да ладно У нас сейчас есть дела поважнее Я нашёл повстанцев И мне нужна твоя помощь Пошли Короче, он всё так же считает Что это совсем Руфус И ни разу не Клитус Вот Хм Хм Может с ним пообщаться сначала? Не, я не могу этого сделать Ладно, мы идём к повстанцам Как там Через перегородку вроде сюда Идём Клитус То есть Руфус Руфуш Кажешь, я в глазах двоиша Что? Что за? Я не верю А вот так сюрприз, да? Начинаем с нового листа Теперь мы снова проголосуем, кто пойдёт за кодами Голосую за себя А я за себя Что? Нет, эй Тогда получается, что я победил в голосовании Говорит ковбой Но Видишь ли, я тоже проголосую за твоего двойника Значит, три на два на два Не-не-не-не Нужно отправить меня Ты хотел новое голосование Ты его получил Осталось добыть верёвку и начнём Так у нас у нас есть уже Добыли Мы её Верёвочку Ладно На Немного воображения и правильный настрой И даже ленточный червь может сойти за верёвку Но я не стану этого предлагать, пока мы не устроим честное голосование То есть то, в котором я выиграю Прям как украинские выборы Ладно Нужно сделать так, чтобы я выиграл, типа, да? Что ты творишь? Ты должен был проголосовать за меня А ты почему не голосуешь за меня? В конце концов, мы идентичны, верно? Поэтому не важно, кто из нас получит коды доступа Главное, чтобы не этот раздутый баллон Согласен Нужно как-нибудь от него избавиться Я что-нибудь придумаю Что? Отвёрткой пырнуть разве что Единственное, что мне на ум приходит А что у нас есть в инвентаре? Есть идеи, как избавиться от ковбоя, Додо? Я над этим работаю Да, я действительно над этим работаю Ха! Ну, а как нам от него избавиться? Что мы о нём знаем? Может, она, да, пойдёт к нам на колени верёвка Если мы будем дальше так сидеть Но, Рупус, ты же не пытаешься отлынивать от работы, правда? Или мне взять на себе и верёвку? Эга Ладно, эти женщины нам тоже вряд ли чем-то помогут Ээээ... Может быть, где-то позади что-то осталось Может быть, какая-то подсказка будет здесь Сейчас попробуем изучить обстановку Так, там сверху у нас органонец А если мы попробуем переодеться снова в органонце? Он может переодеться И попробовать пойти поговорить с тем органонцем Который спит на туреле Будет что-то? Не, не разберется Так, капсулы мы уже все использовали, получается, да? Ну, всё, уже сделали, что только могли О, я могу с тем... О! Да, нет, только одно Прощай, тупоголовый, да, этому тюремщику Здесь наверху у нас тоже ничего уже не осталось А если мы пойдем в лаз Лаз, я сказал Быстрее В костюме органонца Может быть, что-то поменяется? Не хочу вызывать стрельбу без предупреждения Ну и поговорить с теми, кто там сверху ходит Мы тоже не можем, к сожалению Кинь в него червя Не, плохие предложения, ребята С охранниками поговорить тоже нельзя, как видите Попытался Поговори с Додо в костюме органонца Он не заходит в костюме органонца Я тоже это только что попробовал Он не хочет развить стрельбу Как видите, здесь у нас варианты исчерпаны Поэтому мы можем переключиться На другого Руфуса какого-нибудь Кстати, я вот вспомнил Что ты вспомнил? Мне стрим предлагал А, тут, да Тут внедрили в гуна нашего друга Какое-то существо У него симбиоз И теперь существо, которое любит продавать лаваши И теперь гун в симбиозе с существом продает лаваши Ужас Да, тут такие вот вещи странные происходят Вот, мне Я, помнится, наверху вот здесь видел стройку И мне предлагали сфотографировать Типа какой-то геройский поступок совершить Только где это было на самом деле? Я чуть уже и забыл Где-то на каком-то из экранов Была видна стройка И там кто-то типа лазил Мне кажется, там маленькие бозы ползают Там очень похожие движения Да, вот, вот это вот оно Ну это похоже на младенца, да После того, как ты мне это сказала До этого для меня это было какая-то Расплывчатая черная точка Да, может быть червяк даже Еще один У нас есть вот эта вот лазерная указка Которая мы фоткаем вот это Эй, там что-то двигается Это же... Ну конечно Это кроха Боза Он в страшной опасности Нужно рассказать о подамбаре Все, видите Большое спасибо, чат Мы сейчас поговорим с Барри Я сказал с Барри Сейчас, нам нужно в типографию Редакция... да Ой, заходи уже Колокольчики у них тут Конец света Скоро у них тут колокольчики на дверях звенят Эй, Барри Хорошая новость У меня есть сюжет Да? И какой? Пойдем, покажу О, мы наверху О, как высоко Хватит, Сколи Держи фотик на готове Потому что я сделаю это только один раз Но если снимок не получится Тогда повторим Обратный ребят ребенка? Положить обратно и повторить слово Ладно, забраться на опору Вау Боза Э, Боза Иди ко мне, мой дорогой А он упал Стой! Черт Это пушистый ребенок У нас есть какой-то крючок наверху Что у нас есть в инвентаре? А, веревка Давай Э, да, точно Мне нравится, как стервятники кружат над этим ребенком Они в предвкушении ужина Руфус Ты уверен, что силок это лучший выход? Я верю, что уверен Ковбои всегда так делают Ты ведь любишь ковбоев, правда? Мне нравится ковбои Додо с местной радиостанции Но я что-то не могу представить, чтобы он расставлял силки на младенцев Это потому, что он не настоящий ковбой Представь это дело мне, да? Главное, держи фотик на готове Ну ладно Настоящий ковбой ловит младенцев в силки Это точно Только этим и занимаются Тру Постоянно Все, иди туда, давай Ииии Теперь он в ловушке И кто теперь самый умный, а? Что ж То есть мне надо наступить на опору, да? Чтобы она развернулась Ой, я попал О-оу О-оу Я повесился Рукус Это часть плана? Конечно Так и есть нормально Помоги мне, придурок Я не понимаю, что ты пытаешься сказать Да я вешу же здесь повешенный За шею О-оу Может быть, ты попробуешь показать? Держись за опору Возьмись за опору Боза, помоги мне Боза Боза Помоги мне Да-да-да-да Попробуешь показать Показать ему Как я тебе, мать твою, покажу Что мне делать? Конец веревки? Не знаю, смогу ли я Давай же Ладно, ладно Я уже иду Соберись, Барри Только не смотри вниз Давай, Трус Эээ Эээ Руфус спешит на помощь Достижение открыто Это было что-то очень странное сейчас Помог? А, помог Когда закончишь красть мою заслуженную славу Ты сделаешь, наконец, снимок? А, ты уверен? Я и сейчас-то еле держусь Сделай Чёртов Снимок Ну, ладно Снимок Ну, всё прошло отлично Бедный Барри Ты считаешь? Я даже не помню, что произошло Тогда ты пропустил всё самое интересное Я сделал снимок Ещё какой Дай-ка его сюда на минутку Мне интересно на него посмотреть А, подожди Во-первых, у нас в инвентаре кроха Боза Отлично А, во-вторых, у нас все три картинки, которые нам нужно было собрать Вообще замечательно Это означает, друзья Теперь мы можем вылечить Боза Да А ещё это означает, что прямо сейчас Нам придётся Завершить на данный момент Данную серию Поэтому большое спасибо, что смотрели Ребят Встретимся с вами в следующей части Со мной сегодня была Марина Банзаец Пока-пока Меня зовут М.Джи Рамон И мы здесь закончили Пока Субтитры сделал DimaTorzok